В парке Малаховское озеро приступают к подготовительным работам по очистке водоема. Об этапах реализации масштабного экологического проекта узнали мои коллеги. Очистить дно Малаховского озера тыла, которое скапливается многие десятилетия, хотели давно. Жители экологический проект поддержали. Мы здесь проживаем, мы хотим, чтобы это озеро процветало, чтобы оно здесь было. Очистка, чтобы была бережная, чтобы она была как эко-очистка, чтобы это стояло на жестком контроле у администрации, чтобы очистка происходила по всем, заявленной по всей документации, чтобы люди остались довольны. Жители попросили обеспечить безопасность движения по технологическому проезду и оградить деревья на время проведения работ. К спуску воды приступят не раньше лета. И только после получения разрешительной документации в Московско-Окском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству. В соответствии с законодательством с 1 апреля по 10 июня у нас работы не ведутся в связи с нерестовым периодом. После нерестового периода подрядчик уже приступит непосредственно к выполнению работ. Технология выполнения работ предусматривает спуск воды из озера. При этом по центру озера у нас сохранится течение реки, достаточной ширины для того, чтобы река не перекрывалась. Приведут в порядок и русло реки Македонки. Дно очистят от тыла, берега благородят. Однако эти работы будут неэффективны, если с соседних округов не прекратят загрязнять воду отходами. В прошлом году уже Раменский район проводил работу по выявлению незаконных водовыпусков и тампонированию. В тёплое время года они повторно проведут анализ и инвентаризацию берегов рек, выявят незаконные водовыпуски. Нарушителей будем привлекать, уже направлять материалы в экологический надзор, привлекать к ответственности. Все работы по очистке Малаховского озера планируют завершить осенью следующего года. А пока решили каждую неделю проводить встречи с жителями. Подрядчик будет докладывать о выполненной работе и отвечать на все вопросы в период проведения работ. Богдан Колесников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ.